Здравствуйте! Меня зовут Анна. Я художник, педагог живописи и рисунка. Сегодня мы с вами порисуем акварелью. Будем рисовать цветы. Для этого нам понадобится пара кисточек, одна маленькая, другая побольше, лучше натуральный ворс и я использую пони, карандаш, ластик, акварель, ну какая есть уже дома, вот у меня такая, малярная лента для того, чтобы закрепить лист. Соответственно бумага желательно плотная и на папочке или на альбоме должно быть написано акварельное. Тогда все получится замечательно. Водичка, салфеточки. В качестве палитры я использую лист бумаги. Приступим. Зарисовка будет двух цветочков композиции. Они будут у нас один развернут к нам, к зрителям, а другой отвернулся от нас. Вот для этого я нарисовала два овала. Обозначу сразу, где будет серединка. И еще один овальчик нам пригодится. Несколько лепесточков тоже выделяю по контуру этого большого овала. И по форме маленького овала, по контуру тоже выделяю несколько лепесточков. Листочки можно не считать. Сколько получилось, столько получилось. Все будет красиво. И который мак отвернулся. Стебелечки. И несколько стебелечков с коробочками, которые отсвели у нас цветочки. Вот коробочки мака. Один листик мы тоже изобразим. Теперь можно красками рисовать. Беру кисточку побольше и чистой водичкой начинаю просто смачивать листочки, лепесточки, которые побольше. Вот. Прям так, чтобы блестели, обильно намочила. И беру красный-красный цвет. Самый красный, какой у вас есть. Ярко набираем много на кисточку. И начинаю наносить. По контуру, по нижнему, по внешнему здесь проходим. Можно даже сильно не стараться. Как краска разойдется, так и разойдется. В этом вся красота акварели. Что мы очень мало помогаем. Она сама расходится, растекается. Мою кисточку и еще разочек помогаю ей где-то зайти. Беру теперь более темный цвет для создания тени. Даже с фиолетовым. И немножечко оттеняю, пока еще не высохли листочки, лепесточки. Можно добавить оранжевый цвет. Вот уже маленькой кисточкой я добавляю оранжевые. Места такие более солнечные, более яркие, чтобы получились. Вот. Пока здесь подсыхает, можно работать с другим маком, который у нас отвернулся. Очень важно не касаться, пока не высохли, лепесточки соседнего мака, чтобы они не потекли. Очень аккуратненько мочим. Но тоже, чтобы водичка вся блистела. Чтобы мы видели, что у нас много водички, чтобы краска растекалась красиво. Опять беру ярко-ярко-ярко-ярко цвет, красный-красный, и тоже создаю такие контурные движения. У этого мака у нас уже прозрачные лепесточки позволяют увидеть черную серединку на просвет. Поэтому я сразу буду добавлять черный вот в эти нижние места. И тоже оранжевый добавлю, чтобы мак был солнечный, яркий. Особенно где белый, да, у нас остался, там хорошо добавить оранжевый. Вот. Листочки уже у нас внешние подсыхают. Мы можем смело намочить те, которые более к центру, ближе находятся. И тоже проделать с ними ту же самую работу. Тоже ярко-ярко-красный. Серединку, там тоже будущая коробочка с маком. Но у нас мы ее не красим, нет. Оставляем. Так, сухой и чистый. Дальше. Набираю темно-красный, чтобы создать фактуру лепесточков. И вот такими движениями прохожу по краям. Как гофрированные, чтобы получались. И в этот момент можно тоже чуть-чуть черненького добавить в сердце виночку. И та же точечка. Немножечко сделать, чтобы такое пушистое. Много тычиночек было. Пока здесь сохнет, можно рисовать стебелечки, листочки. Тоже мочу, смачиваю водой. Все блестит, должно быть мокренько так, чтобы блестело. И набираю зеленый цвет. Если у вас очень темный, то можно все цветки желтенького добавить. С желтым и зеленым будет очень приятный салатовый цвет. И легким движением, скользящим, сильно не вырисовывая, по стебелькам прохожусь. Они у нас сырые. Тоже интересно, акварель начинает растекаться сама. Маленькой кисточкой набираю темный зеленый цвет. И тоже с какой-то одной стороны просто оттеняю один край. Например, справа. И у листочков, и у стебельков. Белков. Чтобы создавалась такая иллюзия объема. Чтобы они не были плоскими. Дальше настоящий мак, который у нас растет. Он имеет такие ворсинки. Он такой немножко пушистенький. Поэтому вот палочкой переворачиваю кисточку. И вот этой обратной стороной кисточкой просто вытягиваю вот таким движением, как будто рисую вот эти ворсинки. Где-то их больше получится, где-то меньше. Но вот таким образом у нас мохнатость такая появляется. Жутый и зеленый. И чуть-чуть черненького. И полосочки создадим тоже объемом. И волшебный момент, когда мы будем делать с вами красивое небо, фон. Тоже надо намочить. Я стараюсь близко, но не касаюсь все-таки красного. Потому что краска свежая, может еще все-таки протечь. Если рисуете, то не спешите. Подождите, когда все высохнет. И вот таким образом уже безопасно. Уже ничего не потечило тогда. Наношу воду именно от цветочка. Я не где-то от углов. Именно от цветка. От листьев. И тоже это все должно быть так хорошо увлажнено, чтобы мы видели, что оно блестит. Набираю ярко-голубой цвет. Цвет неба. И уже кисточкой. Я не обвожу именно такими точечными движениями. Такими скачущими, может быть сказать. Такими. Двигаюсь вокруг лепестков. Только не надо вот так вот обводить, да? Такой линией. Краска тогда не очень красиво ляжет. Поэтому стараемся такими точечками, такими прерывистыми движениями проходить. И вот только в этот момент я начинаю чуть-чуть помогать фарелле растекаться уже в стороны. Тоже с водой. Кисточка чистая, с водой. Где-то чуть ярче будет, где-то подреднее. Вот именно то, что у нас сгущается голубая краска ближе к цветку, да? Создает такой объем красивой густоту и глубину картины. И тоже мою кисточку и просто водой помогаю. Чуть-чуть разойтись краски. Для живописности я еще и побрызгаю. Вот таким образом. Вот теперь-то время дошло до вот этого маленького лепесточка. Немножко подсохло. Можно просто намочить, чтобы он просто белым не был. Вот у меня в данной ситуации краска чуть-чуть на него потекла. Соседних лепесточков. Но вполне даже симпатично потекла. Наша картина готова. Творческих вам вдохновений. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова